Девушки отдыхают Для этого Ольфгрид Как его там зовут? Ольфгрид, Ольфгрид Вот, домик мы нашли Да, получается Домик мы с тобой нашли А вы знаете, что бы Нам бы подточиться Я бы хотел бы Рядание Да, рядание А что по весу? Что-то у меня там, по-моему, перегруз, да, был? Да А этот не работает, броник? А у него сразу денег нету, да? Он работает, но денег у него нету Блин, хреново Так, кто-то скажет, есть моды Типа мод можно установить, чтобы денег было много у торговцев Да Ну, у меня чистый, чистый ведьмак Без модов Ладно, сейчас давайте задание возьмем Там, может быть, какому-нибудь бронику в соседней деревне сходим Продадимся Потому что много вес на себя таскаем Конечно, тоже не очень хорошо О чем селедка? А по крайней штуке Ну, подожду Да ебеться на все Надо поговорить Я весь внимание Я принес тебе дом, да Марсоди У меня для тебя кое-что есть Люблю подарки Но распаковывать их лучше без свидетелей Эй, ребята Присмотрите за бочками Я пойду потолкую с Геральтом Пойдем Ну да, действительно, это дом Шкатулка же в виде дома А бумаги? Документы где? Остались в сокровищнице Ты хотел дом? Вот тебе дом О содержимом речи не было А ты быстро учишься Юлишь, как само Дим Не упустишь случая поглумиться над человеком Знаешь, как мы с компанией поступаем с такими, как ты? Ну не знаю Просите юридической консультации Вам это явно не помешает Ты подписал контракт, Ольгерт А я выполняю его по пунктам До последней буквы Недоволен? Что ж Надо было яснее выражаться Да Надо было Я догадываюсь, что ты пошел на сделку с Хорстом Жаль Поразительный ублюдок Его брат Эвальд был еще хуже Был? Хорст убил его с собственными руками Ха И на том спасибо Чем тебя так достали эти барсоди? Вытолкали в шею с аукциона? Они вытолкали меня в шею из собственного дома Тебе это правда интересно? Стал бы я спрашивать Ха Как всегда Дерзко Давайте послушаем историю Моя семья влезла в долги Неудачное вложение денег, неурожай Проигранный суд Но знаешь, как оно бывает Пришла беда, отворяй ворота Нам нужно было несколько недель, чтобы встать на ноги Но Хорст Барсоди скупил все наши векселя И потребовал немедленные выплаты Я просил Умолял Рвал на себе рубашку Но все без толку Все как об стенку горох Потом я был на аукционе Смотрел, как какие-то надушенные пезды Забирают саблю моего отца Портрет покойной матери Сбрую коня моего брата О, Хорст славно нажился на наших реликвиях Неудивительно, что ты не пылал к нему любовью Это еще только начало Когда родители моей Ирису узнали, что случилось Они разорвали нашу помолвку И другого жениха ей нашли Из-за моря Я думал, сойду с ума к злости Пошел в корчму Один стакан выпил, другой Ввязался в драку Потом снова пил А потом Потом я попросил о помощи Не того парня Грустная история Правда? Да я и сам иногда удивляюсь Как еще не лихнулся Ну? Чего ты здесь мнешься? Еще что-то нужно? Так, давай третье желание-то мне Время назвать третье желание Подожди, Геральт Я кое-что доделаю И тогда поговорим Эй, вы Достаньте мне селедку из бочки Ну давай, не задерживай Теперь ты готов меня выслушать? Или тебя по-прежнему не касается, что я хочу сказать? Я готов, я слушаю Хорошо Иди к своему хозяину и скажи ему следующее Его требование задело меня за живое Поскольку я воспитан в уважении к священным законам гостеприимцева И я не стану потакать хамскому поведению Понимаешь? А чтобы это доказать, я нанесу ему безотлагательный визит Так что скачи, что есть духу И предупреди о моем прибытии Понял? Да, понял Отпустите его и отдайте ему коня Пойдем, ведьмак Выйдем наружу и поговорим Афирцы говорят, что о важных делах следует говорить под открытым небом Чтобы боги были свидетелями Там мужчина какой-то нам мешает Я выполнил два твоих желания Пришло время третьего Ты самонадеянный, да? Гордый, бесстрашный Уверенный в своих силах Третье желание, будь любезен Мутация лишила тебя чувств Скажи, ты любил когда-нибудь? Но так, чтоб на самом деле Не твое собачье дело, Ольгерт Неважно, из тебя собеседник для разговоров о любви Я все еще жду третьего желания Какой же ты упрямый Ну что ж, изволь Была у меня когда-то жена В нашу последнюю встречу я подарил ей фиолетовую розу Принеси мне этот цветок Я хочу вспомнить, как он выглядел Когда это было, роза наверняка уже увяла и рассыпалась в прах Ты хотел желание Вот оно Исполняй Я отправлюсь навестить безмятежного А здесь оставлю одного из своих людей Он поможет найти меня Разумеется, если тебе повезет Скажи хотя бы, где мне искать твою жену? В моем старом доме На восток от имения Мартина Листа Я не стану желать тебе удачи, сам понимаешь Прощай, Гераль Прощай, увидимся еще Что-то какое-то И жили долго и счастливо О, господи, алкаши долбаные Так Прощай, говорит Ну мы что, мы больше не увидимся, что ли? Сейчас что-нибудь придумаем Так, нам надо туда И полетели мы с тобой куда? Резиденция Эвриков Пойдемте А мы здесь, по-моему, были? Да, мы здесь были В смысле В склеп заходили, да? Почему нельзя сохраниться? Давайте сохраниться Почему опять по ночам где-то Ползаем, лазим? Каймир? Каймир! Че? Вор Какой Каймир? Каймир! Каймир! Ты там? Тише Аааа! Боги! Ну ты меня! Тише говорю Этот туман ненастоящий Может быть в нем что-то прячется Туманники, обманники Ты ведь не хочешь, чтобы они сюда пришли? Это туманники? Милителли! Великая мать! Надо же мне было! Кто такой этот самый Каймир? Я... Мы напарники Заходим в брошенные дома Всегда что-нибудь ценное найдется Ага, так ты вор Воры у живых крадут А мертвым какой вред? Каймир пошел дверь открывать И я встал на стреме Вдруг слышу Лампа разбилась И тишина! Зову его, но... Что? Что это было? Это туманник той, что ли? Нет Просто камень с души Я пойду узнаю, что там И где твой напарник А я лучше свалю отсюда По-добру, по-здорова Это да Солидное это имение Так, отыскать... Как я найду эту розу в таком тумане? Свежий навоз Свежий навоз Так Свежий навоз Вода ледяная Будто била из горного плеча На меня что-то тасморк напал И что? Вода ледяная, фонтанчик Нет, что-то надо запоминать или что? А что здесь еще? Ага, скамеечка Потертая Кто-то тут часто сидел Ну, просто сидел, да Любовь, морковь там на фонтанчик смотрели Так, пойдемте ознакомимся с достопримечательностями Местными Кто-то по-прежнему регулярно ухаживает за цветами Это да Но здесь нет фиолетовой розы Так, здесь у нас Кто-то что-то рисовали Тоже успела сгнить Здесь рисовали Тут фонтанчик тоже есть Фонтанчик Хороший место, прикольно Так, что там у нас еще? Пасека Пули Ухоженные, но все до одного вымершие Так, фонтанчик Не следа фиолетовой розы Может, где-нибудь на задворках? О, хрен тебе здесь должен быть фиолетовая роза Это что? Черный пес Это что? Что ты делаешь в этом месте? Лучше исчезни, пока что-нибудь не случилось Угу Две могилы Могилы здесь Они вроде Ну, вроде бы в таких местах могил нет, не ставят В общем, как бы тут эти две могилки свежие Так, там фонтанчики Тут хренальчики Запоминаем, ребят Кошка, собака Тоже черная И что-то у ней то ли отмычки под лапу Как бы ты отсюда, малыш? Это место Что это за звук? Где-то копают? Хоррор, ребят Начался В ту сторону тащили раненого человека Отмычка Отмычка Она, должно быть, принадлежала второму вору Опа Сохранились Кого-то там, видимо, уже прикапывают Могилы Без надгробий Одна рядом с другой, словно грядки Эй Ты меня слышишь? Еще один вор Изуродован Ты кто? Да он здесь воров закапывает Безликий Зараза Красивый Кстати, очень удобно с таким лицом ходить, ребят Особенно женщинам Ключник Почему очень удобно, ребят Объясняю, потому что Удобно Удобно, потому что денег на макияж не надо тратить, ребят Ты куда? А он тоже, подождите, а он их тоже мочит Он их тоже мочит, смотрите Собака, он подпитывается, кстати Он подпитывается, а как его бить-то, лё? Не понял Груа фонтана, ребят Вокруг фонтанчика Гуляем Он подпитывался от них, я так понял То есть от меня он не будет подпитываться Нет, он от меня тоже А, он когда зелененьким загорается, я понял А когда зелененьким загорается, тогда подпитывается, я понял Ключник Да Как тебе, нормально? Хотя вокруг тут фонтан-то Сейчас немножко отхилимся, что-то я как-то это, ребят, расслабил губки Ключник ой отъехал дядя дядя отъехал ребят давай деться пока я бы несложно и просто как бы да как бы тактика нужно что же это было то ни глаз ни ноздрей органы деформированы зараза но никак не могло быть живым между прочим философы все еще спорят о понятии жизни в другой ситуации я был бы потрясен но только не после этого зрелища кто вы определенно мы не звери считай нас друзьями семьи вы знаете того кому принадлежит это место ольгерда фон эврика знаем когда он ушел он оставил имение своей жене замечательно госпожа фон эверик дома вы можете доложить ей о моем визите чего ты от нее хочешь я пришел за фиолетовой розой которую ольгерт подарил ирис перед отъездом ирис внутри в спальне наверху возьми его ключ он от задних дверей дома в таком случае я пойду поздороваюсь так ключ что взяли так как прикажете к вам обращаться так же как и сейчас мы держим свои имена при себе лопата ключник и чё я кстати забыл продаться ребят ого смогательное оружие 10 процентов нанесенного урона возвращается в виде здоровья и оно мощнее ребят нанесено плюс 10 процентов нанесенного урона возвращается в виде здоровья исцеляя оно лучше чем наш меч школы кота давайте походим чисто ради интересно с лопатой ребят чисто ради интереса ребят с лопатой я как понимаю здесь брать нечего да ну если действительно отхил будет типа на постоянной основе то очень интересно это а я не спорю вы так твой я сейчас немножко полутают хотя тут так нечего да ладно пойдем туда здесь не буду насрать хотя может здесь какие-то будут ценные вещи но навряд ли лопату мы уже нашли мне кажется самый ценный аэропредмет в это в этой части да блин только один босс был чё уже второй а нет внимательней надо быть поэт намек ребят на босса я понял все понятно кого-то здесь понятно здесь короче брать нечего да я понимаю это что было так альбомы это призраки были деле успокойтесь блин у меня веса не хватает ребята чё-то надо будет час выкидывать какую-то братью выкинем чё еще выкину да и буду же я выкидывать лопату который 4 килограмма кстати все есть на меч весит 2 пошел пошел хоррор то задолбал то спотыкаться обо всем подряд ходит минцами кривыми ногами да не бойся ольгер которая никогда не знал он был тогда другим человеком дача превратился в скотину в какую-то неблагодарную так а я как понимаю нам наверх здесь они ужинали осмотреть то можно все чистое стол сервирован похоже тот ключник постоянно накрывал на стол а это лопата кстати как оружие против этих а я понял где-то не как серебряно идет лопата это про против против обычных кто-то пытается остановить геральт что у тебя что у тебя с ногами геральт 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 что случилось геральт геральт имеет имеет не нравится ладно не обращай внимание ребят все хорошо все счастливые семьи похожи друг на друга каждая несчастливая семья несчестно по-своему нормально это последствия ребят бывает сейчас парк пожара интересно сейчас пройдет ребят не переживайте обязательно проект вылечиться а куда я иду так чё отыскать и рисова на втором этаже усадьбы а вот здесь вот нет я уж эти баги нас туда нас туда ведут дайте геральт а как я буду сражаться да можно узнать забавно буду буду сражаться забавно а я не могу бить а нет могу у нас все искрит ребят все красиво мы в присядочку мы как гопники а че это могу уничтожить тихо 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 мать но так сказать говоря попроще чем первый хрен уничтожаем картин да картину дебил ты дебил геральт дурак нет она отхилилась ты дурак или нет геральт чё у тебя во первых с ногами ничего не вижу ребята если вы ничего не видите я тоже ничего не вижу она не сложная вот первый там ключник был сложнее ребят ударь по геральт да блять извините у геральта с ногами еще проблема может попробовать загрузить сохраниться ребят и это чтобы геральт я не знаю что это было давайте попробуем сохраниться давайте попробуем загрузиться потому что это бред смешно это вот мы заходили по лестнице когда нас призрак напугал там произошел баг как бы это не существо как мы дальше то играть будем есть такое сейчас хранится геральт этот гном гном геральт все прошло здесь должно было быть ирис а вон она лежит так мы здесь прошли здесь ничего это нельзя зуб и иристом по-моему лежит давайте сначала туда сходим прекрасная пара на прекрасная здесь только бутылки с водой всякая шляпка нам не нужно надо сундуки какие-то искать а а вот и ирис должна быть она ты хотел ее увидеть вот она нужно тщательно подбирать слова для своих желаний меньше разочарования будет это что шутка какая-то почему сразу не сказали что она мертва ты не спрашивал а почему никто ее не похоронил мы не можем на ключнику она при жизни велела держаться от себя подальше он и сейчас исполняет приказ ее дух не упокоен он в ярости почему госпожа фон пережила много бед она отвыкла от гостей и не любит людей она не слышит нас от чего она умерла я не вижу ни ран ни следов борьбы сердце разорвалось имеешь ввиду инфаркт нет просто разорвалось в это трудно поверить но именно так все и было однажды или закрыла парадной двери на ключ легла здесь и умерла от тоски и одиночества чем дальше в лес тем я больше удивляюсь почему вы вообще мне помогаете нас призвали служить и рис фон эверик наша госпожа умерла но это не освободило нас от службы понимаю вы хотите покинуть это место и эти тела ты удивлен нет вовсе нет выходит я должен поговорить с духом и рис до нашей хозяйки нелегко достучаться ее переполняет злость и горечь есть один способ не нужно похоронить тело и рис но кладбище ключника место неподходящее там слишком много крови и страха она часто бывала в саду перед домом тогда может там погоди возьми этот ключ он откроет главные двери хорошая собачка и жили долго и счастливо так давайте на этом серию закончим вы сами уже в следующей серии там продолжим погребение и рис будем заниматься в следующей серии всем до встречи в следующей серии всем пока ну и но и и